уважаемые коллеги добрый день мы сегодня презентуем наши туры на зиму 2025 года первая программа это был байкала это мы ее позиционируем эту эту программу как это программа в первую очередь мы знакомим в этом туре наших гостей с культурами с культурой традиции нашего исконного населения как бы первые жители вокруг байкала это были венки позже гораздо пришли с внутренней монголии к нам буряты бургут барбаргуты мы их как бы называемые вот первая как будто 3 религия которая у нас исповедовалась это был шаманизм и вот в нашей программе наша программа начинается в первую очередь мы посещаем наши волгинский датсан это мека буддизма где рассказываем про традиции буддизма откуда он пришел бурятию и так уж сложилось что у нас наши волгинский датсан он является таким притягающим за счет того что там очень много интересных мест помимо ну как бы самого датсана у нас есть там нетленное тело хамбала мэйти гелова со всей россии едут смотреть на это место есть им чиламы которые лечат людей по пульсодиагностика то есть они выписывают им травы рассказывают какие у них есть нюансы в их организме и также есть астрологи астрологи которые как бы рассказывают по дате рождения по году рождения людям о их нем будущем я наверное тогда продолжу следующая точка маршрута это поселок горячинск он расположен на самом берегу байкала это знаменитый курорт который образовался еще в царские времена там очень полезные горячие источники разные процедуры проводятся но надо честно сказать что с советских времен там была минимальная реновация то есть говорить о том что курорт горячинск это такая достопримечательность но не совсем правильно но тем не менее год назад они сделали открытые бассейны с термальными водами так что это тоже такая точка притяжения которая гостям и нашим туристам очень нравится происходит по приезду в горячинск происходит заселение в к отель сосны который кстати я представляю котель сосны наш наш котель расположен в сосновом пору то есть он полностью оправдывает свое название эко-отель построен только из экологически чистых материалов и очень все гости отмечают очень приятный запах фитонциды где дерево и очень хорошо у нас спицей дышится на территории к отеля у нас достаточно большой спектр дополнительных услуг которые мы предлагаем нашим гостям и которые пользуются большим спросом надо сказать то есть это меню спа программ спа программы недорогие сразу хочу сказать до 4000 стоимость двухчасовой спа программа включая распаривание в бане вот пять вариантов спа программ включая байкальский релакс и спа программы с использованием наших натуральных байкальских растений трав также на территории зимой мы предоставляем прокат в прокат снегоходы и у нас есть банный чан который находится рядом с баней то есть он находит установлена под открытым небом и подогревается снизу печкой на дровах то есть это тоже в общем пользуется большим спросом эта услуга особенно в зимнее время алё мария мария да вы слышите меня да я вот на связи слышим слышим слышу тогда но второй день на программы то есть первую как бы как первый день как бы ранее я не знаю услышали или нет мы показали традиционный традиционную нашу религию это буддизм да в и волгинском датсане во второй день когда они приезжают к нам уже на байкал и заселяются в это на вк отель сосны люди вечером мы их встречаем в юрте на берегу байкала с панорамными окнами и там мы им рассказываем традиции обычаи нашего населения угощаем разными явствами так как мы находимся на берегу байкала у нас преимущественно конечно блюдо из рыбы да то есть это уха загудай рыба жареная рыба вяленая то есть люди как бы знакомятся с именно с вкусовыми качествами в первую очередь и также немножко добавляем мясо но так как мы на байкале мы всегда больше стараемся делать акцент когда мы на на байкале на рыбу потом им поют традиционные песни с ними танцуют традиционный йохар то есть рассказывают разные разные легенды эпос наш бурятский упоминают обычно вот второй день у на людей конечно в такую эйфорию вводит потому что место которое но она прямо на берегу байкала и вот так вот такой вид шикарный и прием очень интересный получается вот вера дальше можно пожалуйста вера да перелистнула спасибо ну это снова как бы как бы показывает место где мы проводим но вот юрта к сожалению вот не то там у нас другая юрта с панорамными окнами и также люди после приема могут покататься на коньках и выехать на лед байкала посмотреть прозрачный лед у нас там работает суда на воздушные подушки во второй день их сразу же им показывают еще прозрачный лед дальше вера можно листать так потом собственно говоря мы едем в национальный парк в забайкальский национальный парк где купаемся в сероводородных термальных ваннах по дороге мы также посещаем разные места интересные с прозрачным льдом и пещеры ледовые и как бы у людей такая такой вот третий день он такой релаксирующий потому что сероводородные источники в чирковском заливе они как бы успокаивают природа там шикарная и зимой и летом но зимой там особенный как как-то вот по особенному уютно поэтому вот третий день у них такой вот максимальный релакс и уединение с природой следующий можно слайд пожалуйста дальше ну это как раз тоже про чверкуйский залив можно пролистнуть это так между делом там очень шикарные горы очень шикарные виды ну вот прям людям очень очень нравится то же самое вера можно дальше листать потому что время ты у нас ограничена четвертый день тоже также связано с нашей программой то есть как бы дух байкала мы показываем вообще вот как бы сам альхон там тоже это место силы в первую очередь вот шаман камень по правую сторону вы как бы видите и люди у нас в этом за этот день они знакомятся в первую первый раз слышат о шаманизме что такое шаманизм и помимо этого конечно смотрят замечательные места это мы с хобой где просто очень очень красивые гроты очень красивые наплески там каждый год проходит фестиваль льда где из этих грот и наплесков мастера со всего мира вырезают разные фигуры ну как бы такая конечно очень восторженный день то есть у людей очень очень много эмоций можно листать дальше веру маша про два варианта с 1 да да вот сейчас я как бы расскажу вот девушка по правую сторону стоит это как раз сделано фотографии на мыс на мысах обои вот эти наплески как бы на фотографии конечно это не передает тот восторг который люди чувствуют но тем не менее это знаете вот это вот ледовое царство снежной королевы попадает примерно вот в такой как бы такой мир так сказать сказать мы предлагаем два варианта как добраться до альхонина это хилсы то есть сюда на воздушной подушке и у вас и здесь мы даем выбор людям то есть кто как хочет кто хочет с ветерком кто хочет как бы в закрытом пространстве на хиусе то есть как бы обед на уникальность вот этого дня уникальность этого дня то что обед у нас на происходит на льду то есть как бы на на природе получается и тоже как бы вот этот день он людям как бы очень нравится на побережье непосредственно не в большом городе да по данному пакету по данному по данной программе до байкала предлагается два варианта трансфера это трансфер на фан на воздушной подушке хивус он включен в стоимость тур он дороже чем у вас если наши туристы хотят и прокатиться на уазе то они могут выбрать эту альтернативу вот обед на свежем воздухе как мария сказала это рыба в основном то есть байкальскими такой обед тоже со своим колоритом накрывается прямо на льду байкала и ужин происходит в отеле таким образом во время экскурсии наши гости видят хрустальные гроты на самом деле это действительно очень такие природные чудеса то есть вот какие рисунки рисует природа просто невозможно иногда представить себе коктейль из чистейшей байкальской воды то есть это действительно правда что из байкала можно пить воду непосредственно и действительно чистейшая вода без всякой обработки можно пить и не беспокоиться о своем здоровье гигантский природный каток прямо на прозрачном байкальском льду ну да то есть так как трансфер на альхон предполагает перри переезд через весь байкал по сути то есть горячинска и напротив горячинска как раз и находится остров альхон пересекается весь байкал и там действительно все эти байкальские просторы и прозрачный лед они предстают во всей своей красе вот так же но на альхой алюмария здесь также на альхоне ежегодно проводится уже четвертый год фестиваль альхон айс фест это художники со всего со всей россии и делают ледовые скульптуры на наплесках льда которые сама природа сам байкал делают пока вот в течение зимы в течение осени они образуются вот ну и программу входит вкуснейший байкальский обед на свежем воздухе как я уже и говорила я подключилась на месте меня слышно 5 5 день как раз закончили четвертый день 5 день пожалуйста да хорошо отлично вот как раз коллеги спрашивают как лучше одеваться туристам ну туристам лучше рекомендовать чтобы они брали однозначно хорошую обувь трековую потому что мы очень много времени проходит проводим на льду обязательно чтобы они запаслись кошками такие есть кошки они ну буквально наклеиваются на подошву что у нас были случаи когда люди падали ну конечно дай бог без травм но тем не менее такие случаи были обязательно каков какой-нибудь термо костюм хотя бы очень тонкий зима у нас на самом деле теплая но есть возможность так как мы постоянно находимся на лоне природы то мы в источниках купаемся то мы на льду как бы просто можно не сколько замерзнуть а сколько продуть может поэтому термо костюмы нужно людям рекомендовать все остальное как бы как бы как они хотят как бы так и одеваются ну кто в лыжных костюмах приезжает кто просто в куртке и в спортивных штанах самое главное залог успеха чтобы безопасно пройти все маршруты это трековая обувь день 5 у нас сразу переключусь мы едем в аргузинскую долину до сан богини инжимы там мы тоже знакомимся с очень уникальным местом силы экологическая тропа который ведет к самой богини все видят по-разному к ней приезжают за деторождением за карьерным ростом и вот это одна из таких мест силы которые мы тоже показываю в нашем в нашей экскурсии чтобы люди погрузились так сказать в наши традиции полностью следующий слайд так ну вот как раз тут про варгузинскую долину можно перелеснуть как бы тут как раз с левой стороны сама богини не нажима дальше коллеги пишут можно ли вот вот эти к обуви купить получается кошки ну у нас их очень быстро разбирают теоретически можно но лучше на вал берес или где-то порекомендовать людям заказать но если прям уже не успели то тогда мы заезжаем спортивные магазины и есть возможность приобрести следующий слайд пожалуйста день 6 у нас идет байкальский релакс мы как бы так как очень были насыщенные дни как бы мы стараемся чтобы люди немножко заземлились у нас есть два места вот вверх как раз говорил про курорт горячих да то есть это горячие источники там делают массажей там горячие источники там принимают доктора как как раз у нас там очень целебная вода есть еще у нас центр восточной медицины где тоже также используют пульсодиагностику где можно принять курс рефлексотерапии но видите тут как бы больше наверное ознакомительно да то есть как бы потому что вот курс рефлексотерапии вот иголочки которые увидите минимум нужно принимать три дня то есть они больше как бы ознакомливаются с восточной медициной там как бы что и как можно полечиться и в основном но этот день он просто как бы так люди гуляют по байкалу сходят восточную медицину кто захотел сходил на ванны как бы он больше отдыха потому что все пять дней нас просто безумно насыщенные мы постоянно куда-то ездим что-то делаем следующий слайд пожалуйста вера день шестой шаманский вечер вот как раз очень жалко что мы не можем выйти на связь а потому что мы сегодня пригласили нашего шамана раз со мной рядом зовут его жаргал где он как бы рассказывает про практике шаманизма в принципе я вот сейчас хочу все таки ему слово передать поскольку пускай он хотя бы как бы расскажет как он людей как бы ну вот в эту культуру погружает и как бы надо достаточно интересную словом слова здравствуйте ну нас шаманизм как у нас поколение поколение передается зимнее время мы подношение делаем только предкам духом как таковы у нас получается зимой духе ворота закрывается обряда не делается мы только через костер подношение вашим предкам делаем и звука нет а звука нет сейчас слышно слышно да сейчас слышно да сейчас слышно получается как бы во время обряда ну вернее обряда конечно реального не получается но во время вот этой беседы как бы людям рассказывают ну показывают как в принципе теоретически проводится обряд что такое шаманизм делают очищение огнем и дают возможность как бы при поднести собственно их ним предкам получается ну какие-то подношения чтобы у них открылись дороги вот есть специальная утварь которая относится к шаманам и к дарханам это получается наковальня и вот там много-много всяких предметов им рассказывают какой предмет за что отвечает интересно в шаманском вечере то что люди как бы слышат они могут услышать и задать какие-то вопросы о своем личном да то есть как бы и так как шаманы же они обладают определенным так сказать ресурсом видеть будущее видеть людей это конечно очень интересно когда им начинают рассказывать там про их не прошлое или они задают какой-то вопрос на будущее так мы хотим так то или так то и как бы зачастую так как это ну практика являешься в нашей республике бурятина достаточно распространенной как бы шаманом рассказывают как на самом деле у них было или будет вот этот день он просто людей окончательно захлестывают потому что они в абсолютном восторге непонимание как человек который первый раз как бы они видят человек так ну я тогда продолжу на восьмой день у нас трансфер идет в улан-удэ потому что на девятый день ранний вылет из аэропорта улан-удэ а у нас мы находимся от улан-удэ за 180 километров поэтому мы своих гостей туристов привозим в гостиницу космос селекшн вот единственная гостиница сеть и крупнейший очень мария давай давай я продолжу наверное прерывается связь это сложного уже все оформлено как в нашем стиле мария ты слышишь давай я наверное продолжу по приезду в ул-удэ идет небольшая экскурсия по городу ул-удэ у нас тоже есть достопримечательности в городе одна из больших достопримечательностей которая внесена в книгу рекордов гиннеса это скульптура головы ленина она действительно самая большая в мире дальше идет посещение смотровой площадки датсана ринпачи бакша откуда открывается прекрасный вид на весь город и реку силенгу но он находится на лысой горе там также ведут прием ламы астрологи и тибетологи можно проконсультироваться и есть достаточно много сувенирных лавок которые продают качественные сувениры так ну вот по поводу одежды уже был вопрос как и сказала мария рекомендуется взять теплую зимнюю одежду не про главное не продуваемую непромокаемую теплые вещи шапки солнцезащитные очки вот кстати был вопрос в чате по поводу солнца да действительно у нас недаром бурятина называются солнечной республикой у нас больше солнечных дней в году чем даже в краснодарском крае по статистике порядка 350 солнечных дней в году поэтому в основном у нас погода солнечная как зимой так летом так и в межсезонье вот здесь такая ремарка значит вот то что программа который мы описали по дням может быть могут быть изменениями в программе не в плане присутствия экскурсии до экскурсии все выполняются по программе в плане в плане вот могут переставляться дни потому что дальние экскурсии особенно альхон и чевыркуйский залив они зависят от погоды то есть если какая-то ветреная погода в день когда должен быть альхон альхон переносится на следующий день и этот в этот день идет замена другая экскурсия которая также идет по программе также мы с нашими партнерами фан сан опубликовали тур восемь дней light то есть все что мы рассказывали сегодня в презентации это был тур духу байкала все включено то есть там все экскурсии которые вы о которых вы сейчас услышали не включены стоимость тура включено питание трехразовые трансферы естественно также есть вариант допустим для гостей для туристов которые предпочитают свободу в путешествиях они могут не покупать экскурсии то есть программа light она не предполагает экскурсии не включены но тем не менее турист может присоединиться группе на какую-то экскурсию по выбору который он считает который считает для себя наиболее интересной я хочу обратить внимание на то что стоимость экскурсии на месте не завышена то есть она практически такая что в стоимости тура в отличие допустим от наших конкурентов поэтому это может быть тоже такой интересный вариант бюджетный вариант допустим если гости не хотя там все пять экскурсий все пять дней на экскурсионных экскурсии посещать допустим тяжелое прилетели с детьми то вот могут так вот свое время на байкале планировать лед и пламя это тоже мы в этом году по просьбам некоторых наших гостей так как некоторые гости хотят ну минимум экскурсии но чтобы то чтобы 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 было интересно и мы в лед и пламя оставили и волгинский датсан и остров ольхон и шаманский вечер остальные мы экскурсии убрали и также туда включается трехразовое питание и как бы и другие если все таки не захотят экскурсии за допоплату они могут посетить почему мы ввели лед и пламя очень активная программа у нас дух байкал у нас постоянно что-то меняется то есть это подходит для тех туристов которые прям любят драйв потому что для туристов которые нужно 50 50 то есть мы же иногда видим гостей да то что как бы им хочется и отдохнуть как бы и посмотреть вот лед и пламя как раз подходит для людей которые как бы хотят вот 50 50 а вот те люди которые хотят посмотреть все и максимум это дух байкала однозначно можно следующий слайд пожалуйста тоже очень интересный тур мы предложили в этом году для людей которые хотят максимально срелаксировать у нас в отеле сосны у нас есть очень хорошая отличная спа программа с чаном с массажем и вот как раз мы включили максимум релакса остров альфон для какого-то хотя бы впечатления эта программа как бы подходит для тех людей которые ну как бы устали очень сильно от работы и хотят больше уединения с природой и вот чтобы максимум подальше от людей ну тоже такой тип клиента у нас встречается очень часто поэтому мы вот с нашим партнером с отелем сосны ввели вот такую великолепную программу и как раз вера как бы докупила все что нужно для этой программы можно следующее вы можете скажите как бы свое слово потому что основное время они будут как раз у нас на природе по вашей экотропе ходить на ваши процедуры внутри отеля расскажите пожалуйста еще немножко об этом да вот пару слов по программе байкальский релакс мы ее сделали со специалистами по спа программам непосредственно вот с упором на байкал то есть во первых используется вся натуральная косметики произведем косметика произведенная на байкальских травах именно байкальских травах несибирских и местных именно вот вторых в составе спа программы у нас и байка и банны чан который как я уже говорил находится на улице то есть очень любят гости когда вот в горячей воде лежит человек и сверху падает снег нам вот и в также в эту программу входит прогревание байкальскими камнями у нас на территории отеля очень тихо мы находимся в сосновом бару и можно более подробные отзывы почитать в яндекс в яндексе вот большинство гостей отмечают тишину в нашем отеле и очень хорошую микроклим очень хороший микроклимат потому что все-таки сосны сосны они играют огромную роль мы не убрали ни одного практически дерева когда шло строительство отеля на участке пытались сохранить все деревья поэтому байкальский релакс это полностью практически программа соответствует своему названию также как я говорил у нас есть мангаль наши гости как доп услуга могут воспользоваться мангальными зонами и прокат снегоходов у нас есть также эко тропа до байкала то есть оборудованная тропа прокат лыж зимой у нас работает все это гости могут выбрать по желанию за очень небольшие деньги то есть допустим спа программа байкальский релакс она входит стоимость тура аренда мангальной зоны нас стоит 500 рублей час то есть это очень очень такая цена даже на нашем рынке она очень небольшая мы не поменяли цены оставили их на уровне прошлого года прокат лыж 300 рублей часы или день 500 рублей так что здесь очень все доступно и ну и практически можно пользоваться и пользоваться все дни которые гость у нас находится можно следующий слайд да а как раз вот чан да еще пару слов если позволите значит что такое все таки байкальский релакс это распаривание в парной сибирскими маслами и травами соляной скраб на основе меда и облепихи массаж релакс ойл с байкальскими травами которые способствуют снятию усталости напряжения стон терапия прогревание байкальскими камнями и дальше завершается процедура нанесением крема для глубокого питания чаепития купания в банном чане там уже вот такая свободная свободная программа идет зависимости от желания гостя у нас в чате были на которые мы еще не ответили вот в частности так в зимний период все работает цены плюс можно озвучить по услугам на территории отеля я уже озвучила во время презентации значит пола стоимости экскурсии если гости хотят допустим если гости приехали по программе light где экскурсии не включены мария может пройдешься сколько у нас будут стоить экскурсии при продаже доп услуги которые мы назвали байкальский релакс как доп услугу стоимость вера вы может сами скажете ну да я говорил четыре с половиной тысячи но стоимость тура байкальский релакс тур так и называется также эта услуга входит стоимость тура ну вас в остальные же не стали люди наверняка четыре с половиной тысячи это очень ну вот это так следующий вопрос как раз про котель сосны была в котеле сосны была ли реновация котель сосны был построен введен в эксплуатацию двадцать втором году то есть два года назад и и принципе вся мебель вся вот обстановка у нас все все новое и гости это тоже отмечают и замечают так какая температура зимой температура зимой средняя 15-20 градусов минус бывает и минус 5 бывает и минус 7 особенно вот февраль-март когда уже день световой увеличивается и солнце больше вот то есть достаточно комфортная температура но тем не менее бывает морозы под 40 градусов это аномальные морозы но в прошлом году у нас были была неделя в январе в январе когда стоял температура минус 40 градусов вот но в сезон это бывает сезон я имею ввиду байкальского льда февраль-март бывает крайне редко в основном это вот такая температура минус 5 минус 10 минус 15 и солнце но опять же как мария сказала ветрено особенно во время экскурсии когда группа выезжает на открытые пространства на лед байкала ветрено поэтому необходима одежда такая ветра непроницаемая так добираемся на альхон как но вот тоже об этом была речь во время презентации это ли два варианта хиус судно на воздушной подушке который включу стоимость этого трансфера включена стоимость туры дубайкала либо если у гостей есть специальные пожелания не хотят именно на уазе то можно сделать на уазе так скажите источников сделали хорошие закрытые кабинки для переодевания то были открытые как на черном море а на морозе там конечно переодеваться не ахти да вот я тоже в начале презентации говорила что курорт горячинска в декабре двадцать четвертого года как раз ввел вот эти новые бассейны в эксплуатацию два бассейна на термальной воде они открыты но к ним есть закрытые раздевалки закрытые раздевалки и душевые они теплые то есть этот вопрос он на этот вопрос ответ да есть закрытые кабинки для переодевания так коллеги можно а можно более подробно нюансы по времени как и что по времени если имеется ввиду время экскурсий то в основном экскурсии чуверпуйский залив альхон барбузинская долина это экскурсии на весь день то есть туристы уезжают в 9 после завтрака в отеле в 9 в 10 и возвращаются ужину либо позже особенно альхон у нас возвращается позже обычная барбузинская долина потому что там включен большой наземный перегон то есть большое расстояние преодолевают они по барбузинской долине так подскажите пожалуйста всегда ли такая ясная погода как на фото или бывает и метет и снег идет и туман просто когда ясно то и на фото все четче и ярче да вот бурятия недаром называется солнечная республика потому что у нас по статистике не по впечатлениям не по каким-то вот математически до 350 солнечных дней в году туманы это межсезонье дожди это межсезонье а вот как раз когда сезон байкальского льда идет февраль-март когда световой день уже идет на рост тогда пасмурные дни достаточно редки так что значит первый трансфер это видим вопрос был связан с трансфером на альхон вот мы его достаточно уже хорошо осветили на мой взгляд так лучше одеваться туристом зимой сильно холодно но вот то главное непродуваемое непромокаемое все по поводу обуви мария тоже отдельно отмечала так подскажите пожалуйста для консультации по туру куда писать звонить вы можете обращаться к туроператору фанэнсан у них есть вся информация вот поэтому есть менеджер по продукту поэтому можете обращаться туда так наземку где можно посмотреть наземку не могу на сайте найти вот на этот вопрос ответила алексей спасибо большое ссылочки пожалуйста так сколько брать денег с собой на питание зависит от того какой тур куплен то есть если дух байкала все включено питание все включено и нужно взять деньги только наличные расходы это сувениры и какие-то вот ну там не знаю вот например сходить на бассейн с термальной водой там стоимость посещения 400 рублей то есть вот такой достаточно недорогой разве только брать денег да и форма оплаты вот я хотела еще продолжить форма оплаты у нас везде во всех магазинах деревне принимают карты вот принимают по qr-коду принимают карты так что с этим проблем ему не будет у туристов не обязательно там брать много много наличности с собой карты везде принимаются либо по qr-коду то есть приложение банка можно за услуги за дополнительной экскурсии можно произвести оплату процедуры входит ли в стоимость данной вопроса я тоже уже ответила в программе байкальский релакс процедуры в стоимость входят в остальных программах процедуры не входят стоимость когда лучше ехать на зимний байкал вот сезон зимнего льда это февраль-март как раз программа блочная у фан-эн-сан построена таким образом что вот в этот период предлагается авиаперелет в рамках блочных программ вот февраль-март с начала февраля долго на земкой на земкой на земкой можно ездить еще в апреле потому что весь апрель мы еще ведем зимний сезон также можем гостей встретить получается с аэропорта в апреле прошлом году мы активно очень работали на блочных программ уже не было но тем не менее люди прилетали мы встречали но тут надо иметь ввиду что земли зимний лед уже в апреле не прочный то есть по нему уже на машинах нельзя есть погулять можно до машинах нельзя и а мы 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 ездим получается только на химусе когда замерзает байкал вы сказали в январе еще не замерзает до байкал январе еще не замерзает он становится где-то в начале февраля 10 февраля так в отеле сосны процедуры сколько стоит ездит и прайс можно ссылку да прайс есть у нас на сайте вот кратко я озвучила уже цены можете посмотреть на нашем сайте pintries сосны по-английски pintries.ru с какого месяца поделаем зимний байкал с февраля с начала февраля с 7 февраля по моему стартует первый рейс блочный где выкуплен блоку тур операторов анонсан то есть 7 февраля можно продавать уже туры в составе блочной программы там естественно цена билета она другая не как через gds при продаже при покупке через gds здесь алексей кстати на этот вопрос подробно ответил сколько человек группе в среднем по-разному по-разному может быть это как складывается как идут продажи у нас в прошлом году было вот по составе блочных программ от 8 до 30 человек приезжала вот в соответствии с этим нас подбирается трансфер транспорта если это 8 человек комфортно комфортабельный микроавтобус если это 25 человек это большой автобус говорим про деньги на питание по турам с завтраками в турах во всех турах до завтраки включены питание если она не включена стоимость тура на территории отеля но в среднем где-то 500 700 рублей обед у нас по меню можно заказать по меню можно заказать также комплексный обед или ужин так возможно ли взять только тура билеты сами куда лучше брать до иркутск или улан-удэ коллеги я хочу обратить внимание что мы находимся с бурятской стороны то есть это только улан-удэ вот поэтому здесь иркутск будет неудобно конечно перемещаться от иркутска на другую сторону байкала только туры до наземные наземные туры на сайте туроператоров она сам опубликованы и в чате скидывали ссылку на наземные туры из казани не подгружает в онлайн на gds перечисленные туры мы отработаем эту струоператором фанэнсан проверим спасибо большое уточните блоки только до иркутска ли до улан-удэ будут блоки только до улан-удэ вот что касается наших программ только до улан-удэ потому что как я уже сказала из иркутской неудобно до нас добираться и поэтому только до улан-удэ кстати если говорить об острове альхон с главной точки притяжения байкала с нашей стороны до него можно быстрее легче добраться потому что по расстоянии если из горячинский это где-то 65 километров по льду байкала азеркутска по земле это 500 километров разница такая мари у вас есть что добавить еще нет максимально все сказала новогодние наши программы которые 25 декабря по 12 мы в ближайшее время фанэнсан передадим очень надеемся что наши коллеги их рассмотрят и нашу резиденцию